Йоу, мэн, если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то у тебя будет Бугатти. Смотри, как заработать по-быстрому. Ха-ха, дорогие друзья, всем здорово, с вами на связи Такс, и мы сегодня продолжаем нашу рубрику под названием «Скрытый миллионер». Для тех, кто не помнит, или для тех, кто не знает, я напомню вкратце. Мы прикидываемся бомжом, далее находим чувака, который нам помогает, и, в общем-то, кидаем ему реально миллионы, если он нам поможет. В общем-то, сейчас мы регистрируем чувака под названием «Петя Лопухов». Такое достаточно интересное имя, как будто из анекдота такого, знаешь, барского детского, но детского в плане не того, что он детский, а что дед рассказывал. Ну, короче, ты понял. Мы проверяем также еще скины на то, как к ним относятся. Насколько вы помните, скин, где чувак с капюшоном, а почему не кликается? Короче, сегодня мы поиграем вот за такого бомжа. Я думаю, в принципе, реально, бомж интересный. Почему все спавнятся на разных вокзалах? Я в такой сраке заспавнился, пацаны. Я в такой сраке заспавнился, вы бы знали. Этот скин выбирают обычные чуваки, которым до 10 лет. Я так думаю, так всегда происходило, так оно и есть. В общем-то, скин в капюшоне выбирают чуваки, которые немножко скромные, а вот такой вот скин, вот такого вот бомжа, выбирают чуваки, которые, ну, такие, ну, серьезные, обычные парни. И вот, кстати, к этому скину у нас в прошлой серии было хорошее уважение. Кстати, давайте у этого бомжа попросим 100 рублей. Он ушел в АФК. Он чувствует, он чувствует, у него чакра открылась. Так, давайте арендуем тогда скутер. Отсюда нужно вообще просто как-то каким-то образом выбираться. Я не понимаю, почему меня заспавнило здесь? Какого хрена вообще? Я вот все вокзалы уже опробовал. Ну ладно, этот вокзал интересен. Хрен масляный! Здорово! Интересно здесь, ребята, это, видимо, по никнейму здесь, да, они спавнятся. То есть Петя, Петя Лопухов, нахрен, хрен масляный. Ку. Подожди, он что-то писал. Ку. Давай вот хрен масляный попробуем. Блин, а если он нам даст денег, что ему миллион переводить? Мне, мне не хочется переводить ему миллион. Потому что он не будет играть. По нему видно. О, 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 есть чувак, чувак, подожди, довези. Украинских номерах у него, номера, сука. Братишка, довези. Пожалуйста. Я Дукатти выбил. Чувак какой-то. Как его забрать с сайта? Ха-ха-ха. Перезайди. Он у тебя в инвентаре будет. Брат, брат, дай денег. Дай 500 рублей, пожалуйста. Я думаю, он даст. Иди заработай, пишет. Иди заработай. Тебе чё, жалко, что ли? 500, немного же. У меня просто работа попрошайка. Поэтому как бы, брат, дай 500. Моя работа. Я работаю. Не, ну он отказал, я решил прикольнуться. Мне же никто ничего не давал. Ну, давай дадим ему 100 рублей. Сам заработал. Молодец какой. Красава. А, деньги нельзя передавать с первого уровня. А я и забыл, да. Ну так вот, я тоже сам зарабатываю. Не друг же мне для меня выпрашивает, а я? Не, ну он будет... Спасибо. Спасибо, говорит. Понятно. Чувак не поможет мне. Ну я и на это и рассчитывал, да? Было бы странно, если бы в начале серии такой-то чувак говорит, да, конечно, на, деньги. Я такой сразу перезахожу и передаю миллионы. Так неинтересно. Давайте отправляемся в город, который без того мертвый, но мы едем в казино. Здесь есть рядом казино, а у казино можно реально словить щедрых людей. Потому что, ну, в казнике играют чуваки, которые, как бы, деньги не так сильно любят. Как, допустим, вот этот чувак, который говорит, иди сам заработай. Каждая копейка у него на счету. В казино приходят чуваки, которые, ну, просрал и просрал, да? Грустно, как бы, ну. Здорово. Нихрена ты как умеешь. А дай 500 рублей, я тебя так же его научу. На скутере дока. Брат, дай 500. Вот, мне интересно, 500 рублей дадут или нет? Мне надо больше просить, нахрен я прошу какие-то копейки. Куда он поехал? В березу, я понял. Братишка. Поможешь мне или нет? Ну, рублей 500 хотя бы. У меня бензин заканчивается, скутер дорогой. Ну, тут заправка недалеко. Что-то он пишет, стоп, надо сваливать отсюда. Он не будет мне помогать, походу, что-то он просек. Голос. Какой? В смысле? Может, просто денег дашь мне и все? Спасибо. Сука. Ну, он мог знать, ребята. Он дал нам 500 рублей. Надо его никнейм, Артем Водила. Артем Водила, спасибо тебе. Ну, он спалил меня. Это на третью серию меня спалили, в общем. Я понял. При том, что те два ролика вообще не выходили еще. Я сразу наперед записываю, чтобы ты понимал. Ну, чтобы не раскусили эту фишку. Вот. Я не понимаю. Он их дал с той целью, что, наверное, прикинул, что нужно дать. И, наверное, что я снимаю. Поэтому я ему переведу, ну... Ну, давайте 300 косарей. Я думаю, нормально. Потому что он узнал голос. Если бы он не узнал, я бы ему дал 600. Но 300, я думаю, вообще вполне себе нормальная сумма. За 500-то рублей. Ну, да. Мы повышаем ставки в этой серии. Они нам реально дают деньги. Типа. Питик, это нормально. Тем более, он ехал на велике в обычном скине. Так что, нормально он потрепал свой бюджет. Мы перезайдем, найдем ему и передадим деньги. Погнали искать следующего. Погнали искать следующего. Это хорошо, что он нам помог. Но, блин. Меня смущает, что он написал про знакомый голос. Но дальше он вопроса не стал задавать. То есть, он не написал такс или еще чего-то. О, красный гелик. Гусейн Гасанов. Гусей сосал. Проехал, да? А что, в казино никого нету, да? Казино мертвое. Казино мертвое, ни одной машины рядом с ним. Прикольно. Интересно. Тогда, я сейчас думаю, что нужно искать других людей. Ой. А может попросим чувака, который везут на эвакуаторе. На гельке попросить, чтобы он дал нам денег. Ух ты. Главное догнать бы еще его, слушай. А догнать у нас его не получается. Еще какой-то Санчо справа вылетает. Нефига себе, форсаж. За 100 рублей, блин, гонимся. Тихо, 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 тихо. Братишка, дай денег. Сука, я вообще не представляю, что это за картина. Тебя везут на эвакуаторе. Бомж на скутере для тебя докапывается и говорит, дай денег. Но если он даст в этой ситуации, он будет неимоверным красавчиком. Давай, давай, догоняй. Ну, сука, ну, скутер, ну, давай. Давай, 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 давай. Да его подрезают там, ай. Ну, сука, мы же его догоним. Сука, дай 100 рублей, остановись. Остановись. Бэйба. Сука, ну, куда ты урвал? Нереально. Ну, нереально догнать. Дай денег, брат. Да, сука, тормози, дай денег, блядь. Я всё равно попрошу. Даже если он-то мёртвый лежит. Брат, дай денег, ты живой? Брат, дай денег. Дай денег. Балтал деньги! Я его фоткаю, пацаны, чтобы никнейм не забыть. Unreal. Просто лям получает. Просто лям. Просто лям. За такой контент лям. Откидываю просто. Три косаря он мне дал, понимаете? Кстати, вы на этот никнейм можете зайти. Пароль такой же, 123456. Как и на всех трёх предыдущих аккаунтов. Я один и тот же ставлю. Чтоб вы могли его забрать вместе с тремя тысячами рублей. Вот. В любом случае. Это было весело. Это было реально весело. Давайте ещё, может, одного чувака вам найдём. И посмотрим, чем он нам поможет. Но пока что мне помогает первый попавшийся. Значит, чем дальше от города, от крупного, тем... А, интереснее люди, да? Всё, что, Санчес, чувак, едет. Может, голосом спалился, кстати. Он, может, из-за этого дал деньги. Я чё-то вот не понимаю немножко. О, на фури, на фури чё. Брат. А можешь денег дать? Немножко. Или довезти меня? У меня бензин заканчивается. Ну-ка, интересно, интересно. Даст он денег или тебя не слышно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я прям в наглую. Денег дай или довези, говорю. Ну, должен же он сказать, иди нахрен. Давай, довезу. Ну, мне, в принципе, никуда не надо. Мне надо было деньги. У меня есть уже два... Ну, хотя... Ну, на фури, на фури. На фури интересно. Да, чё-то произойдёт, чё-то произойдёт. Если он на фури сменит маршрут, тогда всё, тогда окей. А... Так. Куда нам нужно? Да, она. Шана. Докинешь? Ну, посмотрим. На попутке, на фури мы к нему сели, посмотрим, поговорим. Так, ну, нифига ли, тут лежанка. Охренеть. И дом, считай, не надо покупать, блядь. Спишь тут нормально. Классно вообще. Он говорит, докинет. Вообще отлично. Чё-то я по поводу этого скина сомневался, но ему дают больше всех. Три чувака, и все три дали. Вы понимаете? Я разгорюсь нахрен на этом шоу. Я-то думал, меня будут посылать куда-нибудь подальше, как это было в начале сегодня, да? А нет. Чувак, который, в общем-то, нам дал денег там, он узнал голос. Ладно, его не в счет берем. Второй чувак, он просто дал, перевернувшись нахрен, мы его догнали, потому что... Долго просили. А этот нас просто довезет. Мне нравится эта серия. Особенно то, что он едет по такой дороге. Понимаешь, он срезает маршрут. Я не понимаю, почему он не поехал прямо. Потому что там быстрее, как бы, ну... А здесь опасней. Ну, а поскольку здесь опасней, то, скорее всего, сейчас что-нибудь да произойдет. Давай, сшибай, сшибай их нахрен. Вместе с Аппорожицем. Ну, короче, в любом случае, он, мне кажется, меня довозит. Поэтому, за то, что он согласился, я думаю, сразу просто фотографируем его никнейм. Сейчас мы зайдем и просто передадим ему бабку. Потому что он нас везет в сторону Анашана. А какой мне смысл ехать и ждать, да? Если уже все и так понятно. А вот и произошло происшествие. Пока что он в АФК врезался в дерево. И меня кикнуло. И вот здесь непонятная ситуация возникает, понимаешь? Меня же не довезли. Меня кикнуло. Чувак ушел в АФК и врезался в дерево. И меня кикнуло. Короче, я сейчас перезайду. Если он меня ждет, тогда он получит деньги. Давайте так договоримся все-таки, да? Потому что нас не довезли. Увы. И ах, ребята. Я залетел просто моментально. Но его здесь нет. Он меня не ждет. Он меня не ждет, ребята. Вы понимаете? Это очень плохо. Нам нужно добра... О, священник. Сейчас мы у него попросим милостыню. А можно милостыню у вас попросить? Без звука. Дай денег. Так, что-нибудь написать такое надо. Ну, посмотрим, как священник милостыню нам протянет. Будет интересно. Денег нету. А что есть? По милостыне. Нифига у него очки. Ни хрена ты не священник. Шляпа, очки есть. Очки давай. Очки давай. Че, он даст очки? Нет? Этого чувака я помню. Он... Через ми очки мне передал. И все. Вся его помощь. Рад, дай денег, пожалуйста. Ты у банкомата передай мне немножко. На скин. Че, ток. Он у банкомата. Ну, ну. Он... У него есть деньги. Тем... Так мне немножко, совсем. Сколько сможешь? Посмотрим, посмотрим. Казино проиграл. А то-то там никого нету. А дашь мне и выиграешь. А ты штраф на 15к. Ну, короче. А он нам заливает свои проблемы, да. Как он проиграл, как у него штраф на 15к, денег он нам не даст. Тогда, короче, че делаем? Находим тех двух чуваков и придаем им деньги. А с ним, короче, делаем че? А иди сюда. Смотри. Покажу, как на бензине заработать. А че он не крутится? Он че застрял? Че, застрял, что ли? Смотри, как заработать по-быстрому. Ложись. А, дурак. Ой, сука. Иди ты в сраку, бля. Денег надо было, давай. Короче, заходим, передаем деньги тем дум чувакам. Братан. Ты все правильно угадал. Братишка, ты угадал все правильно, да. Ты мне дал денег. Вот. И поэтому я тебе прямо сейчас переведу 350 косарей на банковский счет. Погнали. Давай, заходи. А можешь мне перевести, пожалуйста? А ты мне что сделаешь? Братишка Джерри. Братишка Джерри, на красном Гелендвагене. Помнишь, бомж, который на скутере за тобой гнался? Это был я, короче. За то, что ты мне дал денег, я тебе должен миллион перевести сейчас. На банковский счет. Так что давай счет номер. Интересно, он откажется или нет? Да-да-да, вот чувак, вот этот чувак мне тоже помог до тебя. А ты что тут делаешь? Играешь просто? Скрытый миллионер у меня здесь, понимаешь? Давай, Джерри, свой счет. Блин, ну интересно, интересно. Давайте, давайте, пацаны. Список моих счетов. Ща. Ну, он напишет. Я не думаю, что он будет отказываться. Я просто подумал, раз он мажор, он скажет. Да нахрен мне твой лям? Я в казино больше выигрываю. Перевести на другой счет. Давайте. Надо положить, наверное, скорее всего. Блин, все бабки просираю просто на это шоу. Ну, оно интересно. Мне оно нравится. Так, положить деньги. Укажите сумму. Указываю один миллион. Раз, два, три. Я просто накрываю чуть-чуть, просто не хватит. Ага. Так, что-то говорят там. Так, перевести на другой счет. Ладно, переводим. А, семь, пять, шесть, шесть, ноль. На миллион. Сколько миллион? Пятьдесят тысяч, да, получается? Так, все правильно, перевел. Все, братишка, я тебя перевел. Я надеюсь, я нулем не ошибся. Он сейчас не напишет, что там сто тысяч ему. А, все, отлично. Ну, я думаю, шоу можно заканчивать. Инстаграм, девчонки, я вам выбил. Чувака на заправке я расколотил. Он взлетел на воздух, да? Баба сейчас переоденется. Можете ее на серваке искать. Все, серия просто пушечная. Заряжай лайки. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайся, чтобы не пропустить такие же пушечные серии еще. До скорых встреч. Пока.